Здравствуйте, дорогие друзья! Телекомпания МТВ Плюс приглашает вас в город Санкт-Петербург. Студен Петровский не до отказа. Сегодня заполненный. Действительно стал явно основным игроком своей команды. Настоящим первым номером. Было испытание, ну и вот ему сегодня дана возможность также проявить себя. Футболисты на поле. В чемпионате с Динамо и сам Аршавин, наверное, предпочел бы, чтобы поздравление было несколько другим. Вот он вырывается один на один с вратарем и пенальти. Пенальти. И что же? Согласно трактовке правил принятой в нашем чемпионате, сейчас Жигрунов-Корчимарска с поля должен быть удален. Гончар и удаление там не должно было быть. Тимощук разбегается. Удар поворотом в самый угол. Без шансов для галкипера. И 1-0. Зенит выходит вперед на девятой минуте встречи. Широл и плюс, учитывая схему, по которой играет Зенит, в центр должны выдвигаться и фланговые защитники. Кочин, Корчимарска, а он еще и травму получил. Вот, оказывается, в чем дело. Он покидает поле прихрамовое. Антон Шунин вместо Жигрунов-Корчимарска с голкипера сборной Литвы. Климавич подбодрил своего партнера и по Динамо и по национальной сборной сразу что-то сотрудники медицинского штаба Динамо выясняют у Литвовского голкипера. Кобелев подошел, поблагодарил его за те 13 минут, что провел Антон Шунин на Скорчимарска. Но, повторюсь, винить одного его только я бы не стал. В целом, Динамо очень неудачно этот матч начинает. Тешова и Хохлова и нет основного нападающего, которым в последнее время стал Пименов. Сисером выиграл сейчас борьбу, прострел и в последнюю секунду Тимощук выручает свою команду. Игрой даже не со скамеек своих команд. Хохлова мы видели на трибуне. Вот опасный момент. И Малафеев сейчас выручил Аршавин. Хороший перевод на Радека Широва и еще один пенальти. Думаю, что все идет к дублю Анатолия Тимощука. На мой взгляд, давайте еще раз посмотрим. По-моему, по мячу Курочкин не попал. Хотя, конечно, Радек Широва уже ждал этого подката и одному вратарю Анатолий Тимощук сегодня уже забил. Сейчас против него другой голкипер Антон Шунин. Разбег, четкий удар в угол и Анатолий Тимощук делает дубль. Встречались четырежды. Причем все это были ну что здесь у нас возникает сейчас будут карточки. Начинается заварушка при помощи помощников. Так, Фернандес красная карточка. Да, Денисов получил предупреждение. Ну, вообще Фернандес повел себя просто безобразно. Что, Денисов тоже удаляется? Убежал он в туннель. Я думаю, сейчас там может быть разборка. Он себя повел и очень грубо, я не скажу даже сыграл, а грубо атаковал своего оппонента. В следующем туре он будет играть. Как ни в чем не бывало. Вот это, наверное, не совсем правильно, поскольку к кубковому турниру теперь у футболистов своеобразное отношение, поскольку практически выпала вся центральная ось от вратаря до нападающего футболистов основного состава у Динамо. Так что счет, который на данный момент на табло, он, на мой взгляд, закономерен и никак не удивительный. Домингес, Аршавин, Теке и Денисов. С этой точки зрения «Зенит», на мой взгляд, потерял меньше. Широл выходит один на один с Шуниным, сокращает угол и очень здорово играет Антон Шунин, уверенно и спокойно, не давая возможности проблемы. А, он считает, что должен был быть назначен угловой. Да, с этим можно согласиться. Еще одна атака «Зенита» и еще один пенальти. Третий пенальти в матче. Вот это да. Такого я еще не видел. Денис Колодин. Денис Колодин нарушает правила. И третий пенальти в матче. Что? Кто будет бить? Дар? Ну, на самом деле, мне кажется, что мог бы и сам Тимащук пробить все-таки, хитрик мог бы сделать. Но он оставляет право удара Домингесу. Тот бьет в правый угол и мяч в воротах. Правильно. Удалять Малафеева, как это было в Москве в матче. Удар по воротам. Шунин выручает свою команду после удара Нюкова. Так вот, удалять Малафеева, как это было в Москве в матче «Спартак-Зенит». Или показывать желтую карточку, как это было сегодня в случае с Корчемарскасом. Это, наверное, не вполне правильно. Сейчас единственным чистым форвардом будет Аршавин у «Зенита». Хороший пас Тимощука, Зырянов и 4-0. Первый гол забитый с игры в сегодняшнем матче. Прекрасная комбинация. Опять провал центра обороны Московского «Динамо» уже не в первый раз сегодня. Тимощук к двум голам прибавляет голевую передачу. Вот, смотрите, сейчас все будет очень хорошо видно. Ну и прекрасно сыграл здесь Зырянов. Сумел пройти «Сатурн», но не сумел пройти «Спартак». Кстати говоря, в 97-м году здесь рвется Зырянов к воротам. Навес до Аршавина мяча не доходит. Еще один прострел и Зырянов гоняет мяч в пустые ворота. 5-0. Голевую передачу на свой счет записывает Ким Донжин. Развалилась полностью «Динамо». Доволен дико адвокат, понятное дело. Ему это тоже победа очень важна в психологическом плане. И вообще вот здесь в психологии я бы хотел поговорить. Как бы не получилось так, что «Динамо» руководство нагломит сейчас команду своими собственными руками. Избрав такой вариант состава на сегодняшний матч. Посмотрите, сколько времени продолжается эта атака. Четыре игрока находятся в штрафной, откуда и забивается мяч. Прострел в штрафную. Хороший момент. И мяч все-таки оказывается в сетке. Не удается его выбить из ворота Нюкову. Лимавич становится автором гола. Да, забитых мячей много сегодня мы видим. Сейчас посмотрим повтор. Опять никого там не было близко к мячу. Мне кажется, что тактически неправильно играет в этих ситуациях «Зенит». И при угловых никого нет. ближний игрок в лучшем случае на линии вратарской. И при штрафных, как мы видим. Цветан Генков. И 5-2. Здорово здесь все сделал Генков. Расслабились, по-моему, немного футболисты «Зенита». Ну и Маласеева очень легко и элегантно обыграл болгарский нападающий. Что он, что Климавичус отмечаются сегодня голами за свою новую команду. Ну, Климавичус уже не новичок. Климавичус сначала сезон. Хорошо там сыграл Ким Донжин. Перехватил передачу. «Зенит» мчится в атаку. Домингес. Надо посмотреть, где партнеры поднять голову ему. Навес. Аршавин. Удар головой с близкого расстояния. И 6-2. Ну что, у нас теперь каждая атака будет заканчиваться голом. Совершенно непонятно, как высоченный Деменко мог позволить Аршавину забить головой из этой зоны. Маленькому Аршавину. Да. Атака, конечно, хрестоматийная. Ну и за футболистом нужно следить. Просто нужно следить. Это не Деменко даже виноватый. А тот, кто заметался там по линии Воротарской. Сейчас мы посмотрим на повторе. Еще один динамический Еременко. Ну а Красноярск заканчивал игру в десятером. А что сейчас будет? Тимащук. 7-2. Хет-трик все-таки делает Анатолий Тимащук. Ну вы знаете во-первых конечно поздравлю Тимащука с личным достижением. Друг добился многого сегодня. Здесь разбирать атаку-то вообще нет никакого смысла. Динамо просто в разваленном состоянии находится. Помните был матч когда Динамо выиграла со счетом 7-1 у Зенита в Москве вот полномасштабный реванш 7-2 и Тимащук делает хет-трик несмотря на то что он уступил право пробития третьего пенальти в этой встрече Алекандро Домингесу. Таким образом судьба я думаю вознаградила капитана Зенита за благородство. Показывает Истегнеев. Ну что еще одна острая атака Зырянов 8-2 с нулевого угла Константин Зырянов направляет мяч в сетку и опять с левого фланга третий гол подряд оттуда приходят ворота московского Динамо и таким образом у нас сегодня два хет-трика но если Тимащук два из трех забил с пенальти то Зырянов все три сыгрыз смотрите как под копирку голой опять с этого фланга опять никого тут нет прекрасная своевременная передача и исполнительское мастерство Зырянова на мой взгляд на очень высоком уровне в этом эпизоде и в этом матче вообще ну и Аршавин конечно солирует на фоне превратившегося в ничто соперника может быть это очень жестко звучит но знаете задача комментатора как-то описывать что происходит если команда пропускает за тайм шесть мячей в свои ворота в чем тут говорить хотя конечно он предпочел бы находиться в данной ситуации при таком счете на поле ваш покорный слуга также попал на телевизионный экран ну а мы видим гол красавец и счет становится 8-3 Дмитрий Камбаров его забивает никакой особой радости нет сумасшедший совершенно матч 11 забитых мячей ну как знать если бы перед игрой Андрею Кобелеву сказали что его команда в Санкт-Петербурге забьет 3 и этого ей не хватит для достижения хоть сколько-нибудь приличного результат великолепный штрафной на исполнении Камбарова ну вопросы тут на мой взгляд есть к Малафееву почему и Встигнеев ее не показывает умышленная игра рукой если говорить о том что человек в стенке поднимает руки неумышленно то по-моему здесь не о чем говорить Шунин великолепен удар Домингеса из категории очень сложных был но Шунин спас 51 минута еще один удар с пенальти счет стал 3-0 давайте подождем эту атаку Домингес выход 1 на 1 удар в дальний угол и счет становится 9-3 таким образом Зенит одерживает еще одну крупную победу в Кубке России с разницей в 6 забитых мячей список который я уже оглашал пополняется только теперь там не только Трион Волга Динамо Санкт-Петербург Динамо Вологда и Иртыш там еще и такой прославленный клуб как Московская Динамо что конечно болельщиков этой команды никоим образом не может радовать и я повторюсь что каждому повод задуматься о том что происходило сегодня на поле потому что профессионалы не должны так расклеиваться 9-3 это в каком виде спорта вообще такое встречается так вот после удара Домингеса с пенальти счет стал 3-0 затем два мяча забил Константин Зырянов 61-64 минута 5-0 Климавичу 68-я минута 5-1 Генков 70-е 5-2 время 9-3 никто наверное не мог предполагать такого развития событий на стадионе Петровский тем не менее то что случилось то случилось болельщиков Зенита с крупной победой победой абсолютно этой командой заслуженной Динамовцам не вешать голову после такого конфуза в футболе бывает всякое главное делать из подобных поражений выводы и идти дальше